здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в очередном уроке сегодня у меня для вас новый виджет эффекты с изображениями то есть смотрите изначально они выглядят вот так если мы наводим мышь то они разлетаются в стороны и принципе он больше ничего не умеет этот виджет при наведении он только показывает полностью картинку выделяю и и конечно же видит не идеален да то есть сейчас при разрешении 1280 на 720 если у кого такой экран то при наведении во первых влезают не все картинки во вторых появляется внизу ползунок но опять же я не тестировал данный виджет на точках остановки возможно при адаптивном дизайне ситуация изменится да если этот виджет разбить на на точки но тем не менее может быть этот виджет будет кому-то интересен поэтому я решил записать про него урок также на каждое изображение можно повесить ссылку давайте перейдем в адобе миюз и посмотрим настройки данного виджета перетаскиваем виджет на холст он сразу встает по ширине в сто процентов и давайте посмотрим его настройки виджет позволяет загрузить до шести изображений и тут принципе все понятно добавить ссылку добавить файл, то есть мы загружаем изображение и на него ниже можно повесить ссылку и так далее я сейчас загружу изображение и пока поставлю на паузу итак, изображение загружено и есть еще один недостаток если у вас изображение меньше то у нас будет там некрасивое окно такая рамочка, показывающая, что нет изображения то есть, если вы какое-то изображение загрузите, оно не будет отключаться как бы его фантом, так сказать будет находиться, я считаю, что это неправильно сделано, ну да ладно в общем, изображение загрузить я думаю, вы здесь справитесь без меня и в принципе у него остаются совсем немного настроечек ширина и высота изображения, эскиза здесь надо уже смотреть на ваше изображение сейчас посмотрим как выглядит при таком раскладе по умолчанию значение 288 на 200 бордер то есть это рамочка толщина ее больше-меньше можно сделать ниже бордер color цвет для рамки давайте возьмем другой и shadow color это соответственно тень для наших изображений давайте посмотрим в браузере и вот мы видим, что у нас есть такие вот как бы подложки да это уже нужно под ваше изображение подстраиваться видите там под изображением такие зеленые подложки здесь можно поступить просто начинайте просто увеличивать ширину например, сделайте ее 300 но при этом высоту мы не трогаем ну и можно в принципе высотой поиграться главное, чтобы у нас пропали там вот эти вот подложечки да относительно моих изображений я сделал 300 на 170 и у меня вы видите подложек таких вот под изображением некрасивых их больше нет ну и с нижним пузунком что можно сделать в принципе вы уже знаете если вы смотрели мои уроки вот и все в принципе настроечки данного виджета данный виджет вы сможете скачать на моем сайте ссылочка будет под этим видео на этом здесь все и увидимся с вами в следующем наверное, трудно представить себе современный лендинг пейдж сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов а где же их взять? спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например, меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес, который вы видите у себя на экранах просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делайте лендинг пейдж делайте их круто и подпишите на канал